витальный мир это мир крайностей съев нам гроздь винограда можно обходиться без еды 36 часов не чувствуя голода но некоторые вещи в одну минуту отнимут у вас всю энергию сделает больными даже инвалидами случается что в витальном мире происходит такие вещи последствия от которых ощущаюсь в течение нескольких часов после пробуждения но она говорит о сновидениях она называет это витальным миром мир сновидений для нее витальный мир ну это понятно так оно и есть действительно витальный мир когда мы отделяемся от своего тела с телом мы по сути не связано какая тонкая ниточка нас связывает наш мы все-таки возвращаем сюда в тело на самом деле это пребывание в витальном мире без физического тела нет его мы каждый вечер претерпеваем маленькую смерть и погружаемся в мир где тело отсутствует физическое нет его нужно ощущать тело во сне нет нет вы его там все легко как-то и просто если хорошее сновидение вообще чудо там бы остаться навсегда и на пробуждаешь был такой прям боже мой опять этот мир опять эти проблемы спать да и спать вот долго и бесконечно ну когда не знаю что здесь на земле делать понимать вот и что интересно что в процессе сновидений мы больше не вспоминаем о теле есть она или нет это вопрос нас не занимает там легко свободно как-то плаваешь на даже можно даже полететь как-то по желанию приподняться полететь снизится понимаете были сна и таки я даже мировой рекорд пытался установить по прыжкам в длину разбежаться и потом вот прыгаешь и долго долг летишь вот еще чуть 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 и все мировой рекорд там 895 бимона перепрыгнуть там интересно я сновидение всегда любил у меня даже в молодости ну такой молодости в юношестве когда мы с любимой девушкой гуляли я и говорил что вот мы гуляли в пределах часто морозовской больницы где было много больных детей я говорил вот как-то мне было интересно я думал что если они вот у вечные там и от новых у них нет какие-то страшное заболевание под на двигательных аппаратов там ампутация онкологии было у детей тогда мы не понимали мы с ним как-то не то что дружили разговаривали потом через неделю приходим через био на умер не урок крови там окажется потом узнавалась ты год мне казалось что можно погружать человека в сновидение если нет у него но он там будет ходить летать вот у меня такие были фантазийные вещи что в мире сновидений будет все легко и просто ну вообще-то в мире господа надо все-таки готовится от перехода в этот мир мир сновидений от временное явление вдохновения а для кого-то наоборот испытания знаете там же страшное бывает сновидение да нет не просто кому как повезет а у кого что-то сказать внутри вот так он во сне будет действовать сновидениях вот вот такие были у меня заморочки по поводу вот жизни в сновидении людей увечена в сновидениях они здоровы у них ничего не болеют все конечности в норме можно двигаться летать понятно вот такие были у меня за вероятные идеи на тоже не случайно все-таки на лекарство уж должно быть от всех человеческих недугов какой-то интегральная это пусть сейчас понимаешь каково она тогда вот ну так или не как то и так все это не должна жлить все время страдать так вот не имеет защиты со стороны нашей истинной сущности со стороны психического существа человек попадая в мир сновидений становится заложником самых неожиданных порой трагических ситуаций там проигрываются такие сценарии зачастую что в общем ты придумать так невозможно здесь на земле ты не удивляешься фантазийности того что происходит паска просыпаешься понимаешь там вообще полная фантазия был но ты в сновидениях не удивляешься что там вот все так только когда просыпаешь что мы с божьим он такого же быть не может а там ты вполне уверен так значит так да вот это интересный такой момент вопрос не задает что так не может быть то есть для меня вот теперь я понимаю сновидения сегодня носят играют роль своеобразного тренажера то что нельзя придумать на земле в качестве испытаний но не все же можно в испытании для ровности сознания чтобы ты как-то понял как себя вести тебе совершенно фантазийные ситуации экстремальные могут сновидений представьте как ты будешься вести знаете тренажер я когда твое сознание твое сознание земное огонь или бодрствующее отождествиться с истинной сущность тогда и в сновидениях вы постепенно постепенно будете действовать сознательно не допуская грубых ошибок срывов что в сновидениях поведения то и в реальной жизни ясно вот когда это сравняется все а пока если в сновидении у вас какие-то ужасные картинки вам хочется от кого-то бежать вы спасаетесь не знаете что делать значит может бодрствующее сознание и сознание в сновидении значит душа еще не участвует в управлении вашей сущностью понятно все должно сравняться со временем поняли одинаково в поведении ситуации могут самые необычные в сновидений но вести вы себя должны ну разумно что ли правильно чем сновидению вы можете быть заложником самых неожиданных порой трагических ситуаций не имея возможности их изменить позитивно по своему желанию разумению нет у вас сил вы просто бежите прячетесь от чего-то потом просыпаетесь и думаю слава богу что это сон то что он для вас был реальностью там в тот момент проснулись воль сон вспомнили да а там же вы не вспоминает что это просто живете в другой реальности других обстоятельствах правда иногда случалось что получаешь во сне поцию радости но это бывало гораздо реже чем обратная обычно все там тебя зажимает гоняет стесняет пугает и те люди которые считают что им очень редко снятся сны или они вообще их не видят они не подозревают что они их просто не помнят ибо память о сновидениях сохраняется лишь при условии ну как бы при открытии что человеком своей истинной сущности она все-таки должна участвовать в воспоминании понятно потому что там без нее ты действительно просто что-то делаешь даже не знаешь если она принимает хоть какой-то участие то кое-что запоминается ясно да почему и воспоминаниях людей которые якобы не видят сны остаются лишь коротенькие концовки сновидений имевших место в процессе пробуждения вот конец немножко запоминается когда ты выходишь и станешь на в тело возвращается на концовке запоминается когда активируется память мозга это и фиксируется физиологами на энцефалограмме спящего человека как проявление активности мозга это называется фазой быстрого сна а вот когда медленный сон то вроде бы там и сновидений не должно быть это провал и на самом деле медленный сон это тоже сновидения только мозг не участвует поэтому не фиксируется и физиологи считают что вот только сны видятся человеком когда вот мост начинает функционировать на самом деле нет это дурь полная у меня самого начала с детства я только ложился за всю ночь у меня сновидение всю ночь я другой реальности жил всегда ночь я себе говорю и не было у меня никакого там быстрого сна действует там это другие ритма были то есть как будто нет сна а он есть верней сновидений они есть обязательно я никогда вот эти провалы не ощущал что от меня нет уснул и нет меня я всегда был а после духовного рождения на собственном опыте убедился что сознательное существование и на мир не прерывается отходя ко сну ты тотчас я уже в ней внимательно просто наблюдал вот в детстве у меня наблюдение не было я просто знал что я всегда это не живу не в беспамятстве никогда не пребывал а вот после духовного рождения я убедился на опыте что сознательное существование на мир не прерывается отходя ко сну ты тотчас из переходного состояния между сном и бодрствованием до оказываешься в витальном мире где происходит масса интересных событий в которых ты уже не заложник ситуация их активную участник способен преодолеть какие трудности там уже не пугаешься ясно тебя никто не гоняет если погонят ты знаешь что предпринять интересный тренажер а поначалу вот после духовного рождения я хочу сказать да где-то в течение месяца ну месяца наверно да мне казалось что я вовсе не сплю если раньше с видение были как сновидения то теперь это как я то есть я вроде не сплю я сразу же из реального физического мир опять в какой-то мир где вот активно все события происходят воде вообще глаз не замкнул потому что в другой реальности живешь там просыпаешься но в течение всей ночи там же просыпаешься опять вот в этот физический мир потом засыпаешь опять всю ночь реально вот супер реальная картина что ты вообще не спишь активно вот живешь и участвуешь уже в событиях бери сновидений такое интересное было состояние целый месяц мне кажется я вообще не сплю на самом деле это были сновидения настолько реально и более реальное естественно чем это был когда-то детстве вот просто вот реальность сновидений стала ну просто фантастической два мира рядом ночью ты в этом мире днем в том 0 как или напород вы поняли очень интересное наблюдение и просыпаюсь утром я с нетерпением и с радостью ждал вечера чтобы как можешь скорее погрузиться в необычный мир сновидений там было все безумно интересно потому что ты в полном сознании ты там не теряешься ты можешь управлять что ли своим поведением контролировать его то есть хотелось вот в этот мир после физического мира вот этого реального ночью хотелось отдохнуть там вот где ты в общем царствуешь в этом мире сновидений то есть постепенно вот та форма сновидений в которой тебя там где-то гоняли пугали тоже в другом качестве ты там тебя никто не гоняет никто не пугает там просто интересно то есть это же познание мира с реальный мир в мир сновидений вы думаете что это какие-то там фантазийные вещи что это продукты мозга искаженные не тогда реальный мед такой же мир только другом измерении другой временной измерения там время по-другому течет другой план это мед такой же реальный и персонажи реальные там и покойников видишь знаешь что он умер уже знаешь что его нет когда к нему там подходишь вот ведь но как-то чтобы его не обидеть как-то так аккуратненько знаешь что его нет на физическом плане ты это помнишь но там его встретил да и как-то с ним аккуратно но они имеют все фантомный образ вот покойные люди которые умерли у них образ холодный фантомный они не живые тоже я успел заметки много проводил таких экспериментов небольших а вот как это вот но психологически как это воспринимается как это происходит может минус наведений для меня всегда был интересен еще мной был сделан бивы вывод что в течение что течение времени или квант-времени в мире сновидений разительно отличается от течение времени на физическом плане бытия разительно отличается вот протяженность в времени как это я определил всего за пять минут до пробуждения будильник допустим я заводил когда-то до за пять минут до пробуждения я успевал во сне поучаствовать стольких событиях что реальные хватило бы на десятки минут а то и на часы земной жизни за пять минут там это длилось там много где-то побывал с кем-то поговорил куда-то поехал на пять минут всего земной жизнь другое время другая реальность но реальная реальность коль это есть очники но не компьютерной реальности просто мир в другом измерении вот и все еще на тонком плане бытия загодя формируются события готовые проявиться в физическом мире там мире сновидений вы можете иначе не был бы вещь их снов увидеть то что готовится готовится к реализации здесь понимаете ты можешь от прозреть вот не случайно ванга всемирно известная она вот своих предсказаниях она же видел это так вот в полусне она очень виски любил целый день малых дозах она все время была вот на таком на заряде алкогольном поток все дошел но она очень злая была какая злая старуха так вот более 70 процентов ее предсказаний сбывались по сути и она видела это вот состояние полусна то есть просматривала тонкой мир где зарождались эти события и более чем 70 процентов они реализовывались понятно в начале события зарождается и формируется на тонком плане и в этом я убедился наблюдая так называемые вечно из вещественные которые свое время меня часто посещали и через два-три дня увиденные во сне события сбывались в реальной жизни частности это казалось это казалось предвиднее ряда авиационных происшествий в расследование которых я потом принимал непосредственное участие все я знал что где-то через день через два будет происшествие даже видел марки самолет свое время был интересный период ну как бы в профессиональном плане вот тебе показывали вот она формирует события все еще живы все радуются там но это но уже приговор подписан найти и вот было интересно и такое событие очень интересно запутанное немножко тоже вещий сон был я вижу в небе над ленинградским аэропортом а у него характерный купол у здания работ такой круглый было в советское время был естественно вот купол круглый вижу в ленинграде действительно случается авиационной к катастрофа появляется самолет on-2 народе именуемый кукурузником падает на землю и разбивается через пару дней ленинграде действительно случается авиационная катастрофа но не самолетом on-2 а с большим пассажирским лайнером ту строй 34 там 70 пассажиров случилась такая катастрофа я принимал участие в расследование ты катастроф там на месте и возвращался из ленинграда в москву с материалами расследования был организован спецрейс на самолете on-2 москву вставляйте смешалось 2 меня москву доставляла сам другой самолет упал но в ленинграде и от 2 принял участие знаете вот какая-то странная вещь был несколько таких снов и еще по другим вопросам вот что должно там было быть потом к счастью эти сновидения меня оставили это нехорошо когда что-то видится еще то сделать не можешь предотвратить ничего нельзя понятно то лишнего не надо но тебе показали что формирование всех событий печальных в основном происходит на тонком плане потом идет проявление материализации то есть как бы показано тебе дураку что все-таки в сновидению надо вести себя тоже правильно сознательно и вы можете массу неприятностей предотвратить в сновидениях если поведете правильно понятно в той или иной ситуации который вам там будет преподнесено то есть поправить итак если негативные события в первую очередь касаемо нашей личной жизни предварительно формируется на тонком плане бытия то мы имеем возможность будучи абсолютно сознательными в сновидениях изменять их позитивном направлении то есть предотвращать возможные неприятности так что этот потенциал нам дан господом и грех его не использовать хорошо вести себя в сновидении правильно не делать глупости